Сегодня мы рассмотрим пакет документов, связанных с исполнением бюджета текущего года, а также законотворческой деятельностью правительства, развитием международного сотрудничества. Ещё несколько вопросов в повестке дня. Речь идёт о масштабных социально значимых проектах. Подробнее я хотел бы остановиться на теме, особо значимой для нашей культуры, для сохранения исторического наследия России. В 2012 году мы будем отмечать 100-летний юбилей Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Он 13 июня 1912 года был открыт. Это открытие было приурочено к празднованию победы в войне 1812 года. Напомню, что основателем и первым директором музея был Иван Владимирович Цветаев. Музей по праву принадлежит к числу самых значительных музеев России. Здесь собраны истинные шедевры мирового и отечественного искусства. Ведётся огромная исследовательская и просветительская работа. К сожалению, известны и серьёзные проблемы. Пушкинский музей действительно задыхается из-за отсутствия площадей, современных технических возможностей. Практически ни разу за все эти годы, с 1912 года, в нём не проводился полноценный капитальный ремонт. Ни разу за 100 лет. В прошлом году под председательством Дмитрия Анатольевича Медведева был образован попечительский совет музея, подготовлены меры по его развитию. Музею будет передано несколько зданий, построены дополнительные хранилища, реконструированы выставочные залы. В результате он должен стать современным научным, культурным, образовательным центром. И, конечно, нам необходимо достойно подготовиться к празднованию юбилейной даты. Сегодня мы должны принять специальное постановление правительства на этот счёт. До 2012 года на нужды музея дополнительно предполагается выделить 4,5 миллиарда рублей. Я знаю, Министерство культуры обсуждает и следующие шаги до 2015 года. Там предполагается ещё более масштабное финансирование. Не буду пока об этом говорить, не называть цифры, не буду, потому что нам нужно сначала это всё проработать. Но в целом согласен с предложением Министерства культуры о том, что мы следующие шаги тоже должны будем сделать. Рассчитываем на то, что в этом культурно-просветительском проекте примут заинтересованное участие и отечественный бизнес, и благотворительные организации. Теперь следующая тема – это Олимпийская. Правительство будет и впредь уделять повышенное внимание вопросам, связанным с подготовкой Олимпийских игр в Сочи. Программа Олимпийского строительства утверждена в декабре 2007 года. Предстоит построить почти две сотни спортивных и транспортных, энергетических, туристических объектов, провести серьёзные проектные, организационные, природоохранные мероприятия. Необходима работа над дальнейшим развитием программы. Во-первых, как мы и ожидали, самый серьёзный интерес к Олимпийскому проекту проявил отечественный бизнес, что очень радует. Уже определились конкретные инвесторы по 59 инфраструктурным и туристическим объектам. Это значит, снизится нагрузка на государственный бюджет. Будут широко задействованы организационные и технологические ресурсы ведущих российских компаний. Во-вторых, уточнён перечень организационных мероприятий, программных мероприятий. Определено, кто какие объекты строит, где зона ответственности корпорации «Олимпийской строй» – федеральных, региональных или местных властей. В этом вопросе есть полная ясность. Третье. Мы и договаривались, неотъемлемой частью программы должно стать комплексное развитие инфраструктуры самого города Сочи, Большого Сочи. И это направление нужно усилить. Городу поступит дополнительная финансовая помощь для модернизации жилья, транспортных, социальных и коммунальных объектов. Её размер – это 12 миллиардов рублей. Повторю, работа предстоит очень большая, масштабная, и необходимо чётко на всех этапах выдерживать график работ, график строительства в полном объёме, исполнить все обязательства по подготовке к Олимпиаде. Мы с вами утвердили федеральную программу развития транспортной системы. Следующая тема, которую мы сегодня затрудним, один из её крупнейших проектов – строительство центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области. К участию в нём будут привлечены и частные инвесторы. То есть на практике должны заработать механизмы концессии. Значительные средства поступят из инвестиционного фонда. Напомню для справки. Протяжённость новой трассы – 522 километра, 31 развязка. Общая стоимость большая – 520 миллиардов рублей. Из них 65% за счёт инвестор-фонда, 10% за счёт Московской области, 25% за счёт инвесторов. Дорога позволит существенно разгрузить МКАД и выезды из Москвы, улучшить экологическую обстановку в регионе, эффективно задействовать его транзитный потенциал. Откроются дополнительные возможности для развития прилегающих территорий, роста жилищного строительства, создания современных логистических центров и новых производств. Это и офисные площади, речь идёт о миллионах квадратных метров, другие объекты. Предполагается, что в этой зоне будет создано около 200 тысяч рабочих мест новых. Уже в 2009 году должны быть завершены необходимые проектные работы. На эти цели направляется 9 миллиардов, почти 9 миллиардов рублей. Срок окончания строительства – 2015 год. Повестку заседания начнём с отчёта Министерства финансов об исполнении федерального бюджета в первом квартале 2008 года. Напомню, бюджет был принят ещё в июле прошлого года, и у ведомств было достаточно времени, чтобы должным образом подготовиться к работе, принять все необходимые распорядительные документы. Но, как видно из информации, представленной Министерством финансов, ситуация не вполне благополучна. Старая проблема с ритмичностью, а точнее с неритмичностью исполнения бюджета не исчезает. За первый квартал потрачено лишь немногим более 18% от общего объёма годовых расходов. И мы вновь рискуем столкнуться с лихорадочным так называемым освоением. Бюджетных ресурсов в конце года такой массовый вброс денег в экономику чреват дополнительным толчком для негативных процессов экономики. И, конечно, из-за спешки страдает результат качества всех работ. Продолжение следует... Продолжение следует...